Здравствуйте, вы на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Стихина. Конечно, основной интерес инвесторов о второй половине этой недели будет сосредоточен исключительно на том, с какими настроениями откроются рынки после так называемого «Черного Рождества» в США. Но есть и несколько статистических отчетов, которые не должны и остаться в тени переживаемых нами событий на фондовых рынках. Итак, смотрим видео календарь Форекс-трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. В четверг состоится всего одна важная публикация – это будет информация от экспертов Conference Bot относительно настроения потребителей в Соединенных Штатах. Очевидно, что на настроения на рынке эти данные никак не повлияют, но намекнут о грядущих тенденциях. Напомним, что именно потребительские расходы формируют большую часть ВВП США, поэтому все же следует уделить внимание этому показателю. В последние несколько месяцев индикатор свидетельствует о довольно высоком уровне уверенности потребителей в текущем состоянии американской экономики и развития в будущем. Однако в декабре аналитики ждут более пессимистичные оценки и снижение показателя со 135,7 до 133,00, что окажется минимальным положением за последние пять отчетных периодов. Как мы уже отметили ранее, скорее всего эта информация незначительно повлияет на движение котировки доллара. Тем более в четверг откроются торговые площадки после каникул. И мы ждем для пары евро-доллар гэпа вверх на фоне обвала фунтового рынка США. Особенно после того, как будет опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ, где инвесторы ждут обнадеживающих прогнозов. Ведь на своем последнем заседании монетарные власти еврозоны наконец-то признали необходимость начать сворачивание программы количественного смягчения. Не менее заметный эффект от позитивной статистики из еврозоны мы заметим и на следующий день, в пятницу, после данных по инфляции в Германии. Это будет предварительный расчет изменения потребительских цен за декабрь месяц. Ожидается подъем на 0,3%. Тем не менее годовой показатель может зафиксировать замедление темпа роста цен с 2,3% до 1,9%. Но вполне вероятно, что этот негативный прогноз не подтвердится и мы увидим незначительный шаг вниз к отметке 2,1%. Помимо этих отчетов предлагаем обратить ваше внимание и на следующие публикации последних дней этого торгового года. В четверг в Соединенных Штатах выйдут данные относительно изменения количества заявок на пособия по безработице, а также объема продаж на первичном рынке жилья. В пятницу уже будет гораздо больше новостей. Из Японии поступят отчеты о выработке промышленных предприятий и состоянии потребительской активности в виде данных по розничным продажам. В Европе это будет индекс ведущих индикаторов швейцарской экономики, а также данные по ипотечным кредитам в британских банках. А закончится неделя потоком информации США о балансе внешней торговли. Следует отметить и еще два самых важных отчета из США. В условиях обвала нефтяных котировок обязательно проанализируйте данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США, а также изменение количества работающих буровых на нефть на территории Соединенных Штатов. Эти показатели могут спровоцировать еще большее снижение цен на нефть.